Ну, блин, вы тут натворили. Нобелевскую премию за это дали. Зазнаваться-то не надо. Орган номер один. Какие-то биохимические, молекулярно-биологические процессы, которые способны осчастливить человечество. Силой мысли можно изменить... Ну, как бы мозг, что ли? Можжечок отвалился. То есть мозг — это как мышца, её нужно тренировать. Бездельники. Наш мозг просто так спокойно не сидит. Вы один из немногих людей, которые и учёный, и популяризатор, и идейный вдохновитель. Поэтому большое удовольствие, что сегодня вы здесь в Казани. Спасибо, спасибо. Сегодня хотелось поговорить об этом прекрасном... Какой он у вас весёленький. ...прекрасном человеческом органе, как мозг. Потому что, знаете, мы все люди заботимся о своём здоровье. Покупаем крема, чтобы у нас хорошая была кожа. Покупаем шампуни, чтобы были шелковистые волосы. А вот про человеческий орган, как мозг, который круглосуточно работает, управляет нашим организмом, не всегда понятно, как о нём заботиться, для того, чтобы он, как говорится, выполнял свои функции. Хотелось сегодня об этом поговорить в разных аспектах. На самом деле, Эрард, наш мозг просто так спокойно не сидит. И он нам, очевидно, намекает. Вячеслав Дубынин. 61 год. Профессор. Доктор биологических наук. Физиолог. Ведущий научный сотрудник афидрофизиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Писатель. Ага, надо поесть. Ведь этот сигнал идёт не от кишечника, а от мозга. Надо попить. Этот сигнал тоже идёт не от каких-нибудь почек, а от мозга. И он же говорит, что-то скучно, давай новую информацию. Что-то одиноко, где наша любовь? То есть, на самом деле, мозг очень так неплохо сообщает нам о своих потребностях. Поэтому это вполне такой активный орган. Номер один. Орган номер один. Да, конечно. А вот с точки эволюции, когда вообще появился мозг у живых организмов? Он, наверное, не всегда существовал. То есть, какая-то эволюционная, наверное, нашла, называется, перестройка организма. Наработка, да. Ну, смотрите. Жизнь появилась как одноклеточная. Такой феномен. По оценкам эволюционистов, это произошло где-то 4 миллиарда лет назад. Ну, такая приблизительная цифра, но она позволяет так представить масштаб происходящего. И дальше 3-3 миллиарда лет эволюция совершенствовала клетку. И где-то миллиард лет назад появились многоклеточные организмы, которые в итоге дали хомо сапиенс человека. Тут тоже такая интересная идея, что создать клетку в 3 раза сложнее, чем из клетки сделать разумное существо. Поэтому нам так зазнаваться-то не надо. И вообще удивляться тому, что в клетке всё так сложно, все эти гены регулируются, белки. Ну, во всяком случае, в тот момент, когда появились уже многоклеточные, возникла проблема, а как всем этим управлять? Потому что там какой, собственно, переход? Вот были клетки, дальше в какой-то момент обнаруживается, что после деления, может быть, не расходиться в разные стороны, а образовывать такие кучки колонии. Колониальные, одноклеточные. А вот дальше внутри этой колонии почему бы не разделить функции? Пусть кто-то отвечает за пищеварение, кто-то за движение, кто-то за то, чтобы быть на поверхности защитным слоем, получается, кожа. И разделить функции внутри вот такой однородной совокупности оказалось классной идеей эволюционной. Но кто-то же должен управлять. И на очень ранних стадиях эволюции уже появляются нервные клетки. Ну, я думаю, что школьники, которые, надеюсь, будут слушать этот подкаст, они тут же закричат. Конечно, конечно, уже у червей кишечно-полосных есть нервная система. И самые такие простые существа, которые попадают в школьную программу, ну, что-нибудь вроде коралловых полипов, медуз, у них еще нервные клетки довольно равномерно рассеяны по телу. И у червей, в общем, тоже еще нету вот таких вот прям совсем-совсем больших скоплений. Но на уровне самых умных червей уже видно, что, очевидно, есть голова, где больше всего нервных клеток. Вообще голова, кстати, эти тоже не сразу появляются. Ну, не знаю, возьмите какую-то морскую звезду, там нет головы. И как бы есть у нее главный луч, нету. Это только в мультике, значит, про губку Боба. Там этот Патрик стоит на задних каких-то лучах, и один из них головной. На самом деле нет. То есть идея создать голову, она связана с тем, что неплохо бы иметь какую-то часть тела, которую будем первой совать в неизвестное место. И туда надо поставить глаза, органы обоняния. А раз там глаза, органы обоняния, туда же нужно выносить процессор, который будет обрабатывать сигналы. И появляется голова, где сосредоточены скопления нейронов, работающие с органом чувств. И на этом уровне рот еще посередине живота. Вот есть такие плоские черви, планарии, они тоже в школьном учебнике. У них рот посередине живота, и там тоже куча нервных клеток, чтобы, значит, глотка там и все работала. А второе скопление в голове, где уже, значит, зачаточные глаза. А потом и рот идет вперед. Если куда-то в лес, а там еда, надо же побыстрее есть, а то еда сбежит. Ну и в итоге возникает уже вот наш план строения. То есть такое, что-то длинненькое. На одном конце рот и нервная система, ну а на другом выход из пищеварительного тракта. И как бы... И мозг, и нейроны, это, в общем, такой интегрирующий механизм, который воспринимает сигналы, обрабатывает и запускает реакции. А реакции два основных типа. Мы шевели мышцами, и меняется работа наших внутренних органов. Плюс учитываются какие-то дополнительные факторы. Поел, не поел. Есть запасы жира или нет. То пришло время размножаться? Не пришло. День, ночь. Все это должно учитываться в ходе поведения, чтобы организм был эффективным. И вот нервная система начинает принимать все больше и больше на себя задач. Нейронов все больше. Организма становится все больше. Потому что в ходе эволюции вообще выясняется, быть большим – это классно. Потому что если вы большой, то у вас уже не всякий съест. Зато вы многих можете съесть. Поэтому укропнение тела – это прям такой лейтмотив. Доходило до динозавров или слоны-киты. Это явные такие примеры. И большому телу нужна большая нервная система. И это тоже важная задача. В какой-то момент организм начинает жить стаями. Идея стаи повторяет идею перехода от одноклеточных к многоклеточным. То есть одному хорошо, а вместе еще лучше. И вот стая тоже. Одной особе хорошо, а в стае лучше, безопаснее. И уже в стае может возникать разделение функций. Там вожак стаи, кто-то занимается охотой, кто-то занимается уходом за детьми, кто-то ночной сторож, кто-то хранитель мудрости. И для того, чтобы формировались стаи отношения, иерархия, эмпатия, забота о потомстве, тоже возникают соответствующие нейросети. И мозг приобретает уже свойства заботы не только о себе, но и заботы о ближнем своем. И вот все это идет в ходе эволюции. Ну и дальше мы, собственно, видим у нас на планете три основных вершины развития мозга. Вот наша линия, линия позвоночных, которая в какой-то момент разделяется на птиц и млекопитающих. И там, и там очень мощные мозги. И какая-нибудь ворона, она не менее умная, чем обезьяна среднего размера. И умнее собаки по всем когнитивным тестам. Ну, все знают, что вороны хитрее, чем собаки. Попугаи еще. Попугая. Ну, попугая вы на улицах Казани так сразу не встретите, да? А ворону запросто. Вот. Вторая линия эволюции – это моллюски. И у моллюсков вершина – это головоногие моллюски. Крупные осьминоги, крупные кальмары. Ну, про кальмаров мы мало что знаем, они там в глубинах океана. А вот крупные осьминоги, они пользуются орудиями труда. Они украшают, например, окрестности своей норы, убирают весь мусор и выкладывают какими-то симпатичными ракушками. У них очень сложное общение. Но у осьминогов есть одна беда – они размножаются один раз в жизни большинству видов и после этого помирают. И это, видимо, не позволило им выйти на такие вот совсем вершины интеллекта. Ну, и третья линия – это общественные насекомые. Это пчелы, муравьи, всякие термиты, осы. Там маленькие мозги, но очень мощные. И вот, к счастью, опять же, эволюция не нашла способа, чтобы там все муравьи объединились усиками. Возникла суперсеть. Вот если бы это случилось, никаких людей на планете… – Коллективный разум такой. – Да, никаких людей на планете бы не возникло, потому что эти клинистоногие, им же очень много, миллионов лет, то есть уже 200 миллионов лет все эти муравьи существовали. Но вот как-то не получилось. То есть эволюция – это же процесс случайный. То есть происходят мутации. Если какой-то вид эту мутацию поймал, и она полезна, и в том числе развивается… – Для выживания, да? – Да, полезна для выживания, для размножения. И в том числе эта мутация, связанная с развитием мозга, то это подхватывается. И дальше, значит, начинает умножаться в ряду поколений. И вот можно сказать, что наш биологический вид выиграл колоссальный джекпот. То есть мы первыми на этой планете стали разумными. И как бы это классно, на нас огромная ответственность, не хотелось бы разнести эту планетку на куски. Но вот мы первые. Мы обогнали птиц, мы обогнали головоногих моллюсков, мы обогнали общественных насекомых. – Ну, в первую очередь, получается, с эволюционной точки зрения количество нейронов или размер мозга, или вес мозга, он увеличился, и мы становились от этого умнее. Позвоночные, млекопитающие. – Ну, по сути, можно каждый нейрон… – У человека самый крупный мозг, или мы самые умные с точки зрения чего? Количества нейронов, или как определить? – Ну, можно так сказать, что каждый нейрон – это довольно сложный микрочип. Поэтому количество нейронов, оно, конечно, определяет во многом вычислительные ресурсы конкретной нервной системы. – Сколько у человека в среднем количества нейронов? – Ну, где-то 90 миллиардов. 90 миллиардов нейронов – это в 10 раз больше, чем число жителей на планете Земля. И как бы это очень впечатляющая цифра. – А у обезьян сколько, если после нас, которые эволюционно стоят? – Если брать наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, то там где-то до 10 миллиардов. Вот если брать крупную горилю, шампанцы. – У кошки, собаки, где-то ближе к миллиарду нейронов. Ну, а человек, да, наши 90 миллиардов, но это действительно не самый большой мозг. То есть слон обладает мозгом в три раза больше нашего, кит ещё в два раза больше мозг. И вот тут мы на самом деле видим, что дело не только в размере мозга, но и в соотношении массы тела и размера мозга. Потому что, ежели у вас большое тело, то вам нужно очень много нейронов для того, чтобы считывать кожную чувствительность, мышечную, и управлять, опять же, мышцами и внутренними органами. То есть у вас очень много административного ресурса идёт на то, чтобы работать на конкретных территориях. Понимаете? Да, и как бы высшими функциями всё равно занимается только ограниченное число управленцев. А как бы поскольку очень много всего, то таких рутинных задач, вот их тоже очень много, и нужно очень много нервных клеток для того, чтобы справляться действительно с мышцами и кожной чувствительностью. И, собственно, такой настоящий ресурс высшей мозга, он определяется тем, а сколько нейронов в коре больших полушарий. Кора — это то, что... Да, кора — это то, что вот тут вот... Так, это же мозжечок, да? Вот мозжечок отвалился, вот он на самом деле даже у нас содержит больше всего нейронов по массе, по количеству. То есть в мозжечке человека две трети всех нейронов. Две трети. Хотя по размеру он как будто не сопоставим, да? По размерам он почти на порядок меньше, чем большие полушария. А у слона, у кита в мозжечке вообще 90% нейронов. Потому что именно мозжечок управляет движениями. И для большого тела нужно очень много нервных клеток. У нас больше всего нейронов в коре больших полушарий. Вот здесь вот, да, вот в этой поверхностной зоне. Здесь у нас около 30 миллиардов нейронов, а у слона, кита ну, где-то не более 10 миллиардов. По словам карат имеется в виду вот эта часть, да? Значит, смотрите, как устроен глобальный мозг. Вот тут вот, да, вот эта древняя часть, она называется ствол. Она является продолжением спинного мозга. И на этом стволе, как на стволе дерева, растет мозжечок, наша двигательная память, двигательный центр и большие полушария. Что значит растет? Вот верхняя часть ствола, она называется промежуточный мозг. Почему? Потому что находится точно промеж двух полушарий, то есть вот эта вот область. Когда эмбрион развивается, вначале возникает промежуточный мозг, а потом из него вот так вот вырастают два полушария. И у полушарий основное скопление нейронов и основные вот эти синапсы, где обрабатывается информация, на поверхности. И это в свое время было названо корой. Дело в том, что те зоны, где много нейронов и где много контактов синапсов, где идет обработка, они визуально выглядят более темными. Их назвали серое вещество. А дальше вот этим зонам, которые обрабатывают, то есть по сути платы нашего мозгового компьютера, надо как-то передавать информацию. И эта информация передается с помощью отростков, которые более светло окрашены. И это называется белое вещество. И вот, собственно, наши большие полушария как устроены? Сверху кора, серое вещество, а дальше от нее к тому же стволу идут уже волокна, и мы видим под корой белое вещество. Дальше что важно? Чем больше по площади кора, тем больше вычислительные ресурсы. Поэтому эволюция создает кучу вот этих борозд извилин. Серое вещество входит во все борозды извилины. То есть вычислительный ресурс, да, он определяется площадью. В единицу объема, в единицу пространства больше получается. В единицу объема. Я обычно это сравниваю с ситуацией, когда вы складываете вещи в отпуск, и первые там рубашки, да, или кофточки кладете ровненько, а потом надо еще кофточку, еще кофточку, еще кофточку, и да, и все мнется, но зато влезло. Вот примерно так же, потому что голова не может быть слишком большой, ее же еще рожать надо. Вот поэтому она не может быть бесконечно большой. И вот эволюция пытается, да, компактность как-то более-менее гармонично сочетать с вычислительными ресурсами. А как так получилось, что у человека два полушария? Почему у нас сердце одно, оно же не за полушарий стоит, а мозг с полушарий? В чем это необходимость? Ну, тут вот как бы мы можем только строить гипотезы, потому что еще раз, эволюция идет случайным путем. Два полушария – это, судя по всему, отражение нашей глобальной двусторонней симметрии. То есть, вообще, наша линия эволюции позвоночных, она обладает двусторонней симметрией. Две руки, два глаза, да? Да, две руки, два глаза, два уха, две ноги. То есть, наши предки-черви были такими плоскими блинами, которые лежали на дне. И дальше по бокам выращиваем лапки. И получается уже двусторонняя симметрия и два глаза, чтобы смотреть направо-налево. Вот так это происходило. Ну, и, в общем, считается, что такая вот структура и больших полушарий, и мозжечка, у которого тоже большие два полушария, она вот отражает нашу двустороннюю симметрию. Но не все у нас в мозге парное. Например, гипофиз-1 или эпифиз-1, гипоталамус-1. А вот таламусы уже два. Но, в принципе, вот это наше билатеральное строение, оно такое. А что касается сердца, тут, видимо, проблема еще в том, что нужно создавать единое кровяное давление по всему телу. И делать, например, два сердца, это потом их надо синхронизировать. И эволюция как-то выбрала вот такой вот вариант. Вячеслав, а вот насколько хорошо наука сейчас понимает, как устроен человеческий мозг? Ну, анатомию мы уже знаем очень хорошо. Хотя, конечно, видно на каком-то уровне, насколько наш мозг все равно индивидуален и по размерам конкретных отделов, и по количеству нейронов в этих отделах, по специфике связей. Но так, на среднестатистическом уровне, в общем, все это описано очень неплохо. Есть замечательная бразильская ученая Сюзанна Херкулана Хоузл. Она лучше всех в мире умеет считать количество нервных клеток в любом мозге и в любых отделах. Вот у нее есть замечательные статьи и о человеческом мозге, о мозге обезьян, и о мозге Китая, и о мозге слона. Недавно у нее вышла работа по сравнению мозгов сумчатых или по сравнению мозгов попугаев. Вот попугаи, кстати, имеют потрясающий мозг, так же, как вороны. То есть высшая линия эволюции, высшие группы птиц, у них, если мы смотрим на строение мозга, там, во-первых, плотность нейронов на единицу объема очень высока, и, во-вторых, очень много контактов на единицу объема. Потому что, вообще-то, вычислительный ресурс мозга зависит не от веса и даже не от числа нейронов, а от того, сколько контактов, например, на один кубический миллиметр. Количество связей с синусом. Да, вот этих связей, потому что именно они структурно-функциональная единица работы мозга. И мозги птиц, особенно общественных, таких, как врановые и таких, как попугаи, они местами такие же, как у человека. И нам в каком-то смысле, опять же, Homo sapiens повезло, что птицы не первыми стали разумными на этой планете. Это, видимо, связано с тем, что птицы летают. И у них каждый грамм веса учитывается, они экономят на всем. Ну, не знаю, там у птиц, например, у самок только один яичник, да, то есть как бы экономим и на этом. Нету зубов, да, экономим и на этом. Поэтому большой мозг, а как с ним летать? И получается, что птицы обладают очень компактным мозгом, ну, типа Apple, да, а млекопитающие более таким размазанным в пространстве мозгом, но зато нам не нужно экономить каждый грамм. Это типа, это самое, обычная IBM-овская архитектура. То есть побольше компьютер, но зато подешевле, попроще, вот, и как бы в конце концов не висит. Но если мы вот анатомически немножко понимаем, наверное, хорошо понимаем, как устроены какие-то отделы, а вот передний край на уроке в области нейробиологии или изучения мозга, где сегодня находятся? Ученые на чем сфокусированы, сконцентрированы, чтобы лучше понять, как устроен мозг? Или какие открытия, может быть, последних 5-6 лет дали нам возможность двинуться вперед и больше понимать об этом удивительном органе? Вы знаете, здесь работы идут как бы в две стороны. Вот в сторону углубления наших знаний о молекулярных механизмах и в сторону понимания, как это работает в качестве вот уже такой мощной, единой системы. И тут, прежде всего, человеческий мозг, конечно, важен. То есть, с одной стороны, работы, например, о механизмах памяти. Или, например, вот сейчас очень много работ по эпигенетике, как, ну, например, стресс хронический в детстве отражается на функционировании генов в тех же самых нейронах и как это потом влияет, ну, там, на вероятность панических атак, на вероятность депрессии, да, то есть, эпигенетика. То есть, окружающая среда может влиять, запускать какие-то генетические процессы спящие. Эпигенетические. Эпигенетические. Вот тут слово эпигенетика еще, как бы, даже, наверное, не все знают. То есть, мы говорим о генетике и генах, как о молекулах ДНК. И действительно, у нас эти молекулы есть в каждой клетке, там записано, какие делать белки, а белки уже будут дальше выполнять разные функции, вот там есть гены разных белков. Но фокус в том, что для того, чтобы ген работал, нужно куча дополнительных факторов, и в итоге получается, что ген функционирует не по принципу все или ничего, а по принципу 20% возможной активности, 40, или там 70, или там 95. И вот это понимание, что ген может работать, например, на 40%, а может на 60, и тогда у вас количество, например, дофамина в мозге будет разным, и вы по темпераменту будете другим человеком, это как бы вот постепенно все приходит. Это касается вообще всех генов, и как бы эндокринной системы, иммунной системы. А дальше, что обнаруживается? Вот эти изменения активности генов, они во многом задаются не настоящими мутациями, а микроизменениями самой молекулы ДНК, ну, когда, например, так называемое метилирование происходит, то есть нуклеотидом присоединяется метильная группа CH3, и от этого ген, например, считывается с меньшей вероятностью. А еще оказалось, ну, собственно, давно оказалось, что у нас в ядре клетки ДНК соединена со вспомогательными белками, гистонами, которые как бы матрица, на которую накручена ДНК, такой стержень, и состояние гистонов тоже влияет на вероятность считывания гена. Есть понятие ацетилирования гистонов, когда, значит, ген читается с 40% вероятностью, с 60%, с 80%, и дальше что оказывается, что как раз метилирование ДНК, ацетилирование гистонов идет, например, под влиянием каких-нибудь гормонов стресса, да, или там какого-нибудь хронического голодания, или еще чего-то, и после того, как это случилось, вот это измененное состояние гена, оно может сохраняться годами, а то и десятилетиями, и это не настоящая генетика, а это окологенетики, поэтому название эпигенетика, но дальше, например, обнаруживается, что вот это состояние, оно может даже переходить в половые клетки, да, то есть, ну, те же сперматозоиды, яйцеклетки, они же тоже содержат гены. получается, ты можешь передать генетическим образом эту новую информацию. Да, что это будет передаваться следующему поколению, но не через истинную генетику, не через изменение ДНК, там, когда меняется последовательность нуклеотидов, и получается другой белок, а через изменение вероятности считывания гена, активности гена, и это вот прям вот всё выносит наш мозг научный, ну, потому что, ну, как всегда, всё сложнее, чем мы думали, и я буквально два дня назад выступал на психологическом съезде и обновил свои знания в области эпигенетики как раз посттравматического стрессового расстройства, и сейчас есть работы, которые показывают, что, например, жестокое обращение в детстве или какие-то там эти самые другие неприятные события, они серьёзно меняют статус мозга именно на эпигенетическом уровне, но дальше, если, например, какая-нибудь психотерапия, но только долгая, то эти эпигенетические модификации могут уходить. То есть обратный процесс, как бы, вернуться к... Таких работ пока ещё очень мало, но и как бы не всегда они достоверно выглядят, но они печатаются в серьёзных научных журналах, то есть как бы им можно доверять, и вот это понимание, оно как бы ещё только-только приходит. А если вот проще более бытовым образом сформулировать, можно ли сказать, что силой мысли можно изменить ну, как бы, мозг, что ли? Да, вообще можно, но только это будет не очень просто и не очень коротко, но это вполне что называется научно доказанный факт, да, получается? Ну, сила мысли вообще вполне материальная штука, да, то есть её тоже можно померить или, по крайней мере, понять, где примерно у нас тут в нейросетях всё расположено. То есть у нас есть специальная зона, теменно-височно-затылочная, да, вот у меня тут тоже есть половинка, вот здесь примерно, вот на стыке, да, жёлтого, зелёного и синего, вот в этой зоне, потому что височная зона показана жёлтым, слуховая, вот это зона слуха, а вот это зона обработки сложных слуховых образов, а вот в этой зоне слуховые сигналы уже входят в состав речи, понимания слов и мышления. Вот это зона кожной чувствительности, а здесь уже кожная чувствительность участвует опять-таки в каких-то речевых функциях. Зелёное зрение, а вот здесь уже зрительные сигналы начинают опять же участвовать в понимании слов, чтении, написании. Вот эта зона, теменная височно-затылочная, это зона, которую ещё Павлов относил ко второй сигнальной системе, речевой. То есть у нас высшим как бы проявлением нашей психической деятельности является формирование речевых центров, то есть специальных нейросетей, которые способны взаимодействовать с разными сенсорными системами. Ну какой-нибудь апельсин, мы знаем, как он выглядит, какой он на ощупь, какой он на вкус, ещё знаем слово апельсин, да ещё на нескольких языках. Сразу цвет представили. Да, и цвет, и вкус, и запах. Интегрированная информация сразу в единицу времени. Вот, вот эта интеграция, она же где-то на каких-то нейронах тоже должна происходить. И ясно, что эта задача сложнее, чем просто зрение или просто слух. И даже анатомически логично, что эта зона находится на стыке сенсорных зон. Вот, и вот тут-то у нас формируются речевые центры, и их всё больше и больше. К трём годам возрастная психология говорит, что словарный запас дорастает где-то до двух тысяч слов. В этот момент у ребёнка возникает то, что Стивен Хокинг называл информационно-речевая модель мира. То есть, одна из суперзадач нашего мозга это создать вот тут вот слепок окружающей действительности. Это, получается, в три года происходит. Ну, в три года эта система начинает работать, да? обретает целостность и возникает процесс мышления. То есть, нейросеть начинает гонять внутри себя сигналы, думать, фантазировать и прогнозировать последствия своего поведения. То есть, вообще, судя по всему, в эволюции эта штука возникает для того, чтобы заглядывать вперёд. А что будет, если и я вот так вот сделаю? Что получится? А получится плохо. Так, пожалуй, не будем это делать. Предсказательная функция мозга, да? Да, прогностическая. То есть, по сути, по сути, вот такая суперзадача мозга в том, чтобы заглядывать вперёд. А у животных нет такой функции? Есть, конечно. Тоже есть? Есть, конечно. Ну как, у вас есть домашние животные? Сейчас нет. А собаки, какая-нибудь кошка? Ну, были. Ну, вот собака, да, вот сидит она на кухне, а перед ней там, не знаю, пакет с сосисками. И она сидит, и слюна течёт, а сосиски не трогает. То есть, прямо видно, как у неё там в этом собачьем нейросетях, типа, «А, нельзя трогать, да, мне за это влетит». То есть, какой-то прогноз, конечно, и животные реализуют. Конечно, не всё там на рефлексах и врождённых программах. Но в случае животных, особенно вот собак, кошек, мы говорим в основном про некое образное мышление, его начало. Но, с другой стороны, собаки же тоже понимают какое-то количество слов, но у них речевых центров этих мало, потому что, видимо, просто нейронов, способных к такой сложной функции, у них тоже мало. То есть, самые суперсобаки, а это, по-моему, бордер-колли, вот эти вот пастушеские, которые не в квартире живут, а реально пасут овец где-нибудь там на плоскогорьях Шотландии, вот, они знают по 150-200 команд. Когда стали работать с человекообразными обезьянами, это огромный пласт исследований, то оказалось, что маленькую шимпанзе, маленькую гориллу можно научить языку. Да, ну, вам просто придётся совершить подвиг и вот взявшие детёныша обезьяния, воспитывать его как собственного ребёнка, общаясь по много часов с ним, называя всё словами, а ещё показывая языком жестов, потому что обезьяна не может сказать, у неё не приспособлены голосовые связки. А языком жестов, языком глухонемых, может. А вот это известная история гориллы Коко. Вот, да, вот это вот про них. Объяснялась языком жестов. Сколько писали? Тысячи жестов глухонемых она освоила? Ну, там в среднем, обычно говорят, 700-800, но вроде даже до 1000. То есть, она разговаривала с жестами, с людьми? Да, такого рода обезьяны. И понимала людей с помощью жестов? Понимают они гораздо больше. А где грань между что она понимала и просто этот рефлекс? Вот условно, я даю, вот как рефлекс Павла, вот конфетку показываю, ты должен сделать из пальцев какое-то действие. Когда мы говорим рефлекс в таком классическом варианте, то это обычная реакция, запускаемая стимулом. Вам показали конфетку, и вы говорите, о, это конфетка. Это рефлекс на уровне второй сигнальной системы, как писал Иван Петрович Павлов. А вот теперь представьте ситуацию, что вам что-то захотелось сладенького, и вашим внутренним взором возникает эта конфетка. Образно. И вы говорите, конфетку что ли съесть? Это уже не рефлекс. То есть вовлекается ваша память не с явного внутреннего стимула. Аналогом стимула является сигнал из центра голода такой расплывчатый, и может вам сегодня конфетку захочется, а завтра там, не знаю, бутерброд с колбасой. То есть получается, вот эта горилла могла жестом сказать, отпустите меня гулять, я пойду на полчаса погуляю и вернусь в вольер. Ну вот насчет полчаса я не знаю, но неплохо бы погулять, да, это вот запросто. По крайней мере, там, я хочу пить, дай мне стакан апельсинового сока, то есть фразы из десятка слов такие обезьяны строят, они общаются между собой с помощью этих языков, мамы-обезьяны учат самопроизвольно этому языку своих детенышей, и все это, конечно, жутко интересно, и вот этот уровень около тысячи слов, это уровень ребенка, ну, еще не в три, но, скажем, в два с половиной, два-два с половиной года. Начали про информационную модель, языковую модель, которая у трехлетнего ребенка возникает. Я правильно понимаю, что как раз вот этот слепок внешней реальности, который отпечатывается на мозгу человека в трехгодичный период, проблема Маугли, то есть если ребенок попал в волчью стаю в течение трех лет, то потом он человеком не станет уже, потому что мозг не способен его сделать человеком. Это из этой серии, да, получается? Ну, это из этой серии, это еще называются сенситивные периоды, то есть какие-то события, они должны происходить вовремя. Если у ребенка до трех лет было крайне обедненное общение, а, к сожалению, это не только истории с Маугли, а всякие там клинические истории. В 20 век таких историй было очень много, да и сейчас они продолжаются, но иногда это вот действительно такая клиническая история, когда не совсем, мягко говоря, нормальные родители, да, ребенка не выпускают гулять, там, вот замкнутая комната, ах, ты провинился, вот и сиди, не общаются, и не растет словарный запас, постоянный стресс, и вот если перешагнуть за уровень 3-4 года, восстановление словарного запаса и нормального поведения идет с огромным трудом. Ну, и те же самые дети Маугли, просто истории про детей Маугли, их вот на пальцах одной руки, а история по сенсорной депривации, когда дети росли в условиях очень жестокого обращения, их, к сожалению, много. Ну, как правило, если это произошло там до 7-8 лет, еще много можно восстановить. А потом уже мозг как бы закрывает ресурсы для какой-то вот модификации нейросетей, и все сложно. Это мы в самых разных историях говорим. Мы говорим, что второй язык выучить там в дошкольном возрасте легко, а в 20-30 лет сложнее, а в 60 совсем сложно, но можно, просто надо долго упираться. А вот еще есть такой факт, что у новорожденных количество, вот вы сказали, у человека 90 миллиардов нейронов, но у рожденных количеств нейронов 150-180 миллиардов, они получатся с течением времени, уменьшаются эти нейроны или исчезают из человеческого мозга? С чем это связано? Да, да, это тоже такая очень интересная история, красивая. То есть наши нейроны образуются с избытком. И когда ребенок рождается на свет, у него, в общем-то, все нейроны уже стоят на местах, но отростков между ними и контактов еще мало. То есть вообще в норме у нейрона будут эти отростки в большом количестве, и каждый нейрон формирует несколько тысяч контактов синапсов с другими нейронами. И вот это первичное формирование нейросети, особенно когда мы говорим именно про кору больших полушарий, про наши высшие центры, оно идет наиболее интенсивно как раз в эти 2-3 года, 2-3-4 года. И в этот момент кора обладает наибольшим количеством контактов, но эти контакты в основном работают еще очень слабо. Потому что не было еще событий, не было информации. И дальше что происходит? Вот мы живем, занимаемся вот этим делом, вот этим, условно, ребенку 4 года, и он там танцует, а еще ходит рисовать, а еще, может быть, на лего каких-нибудь роботов собирает, или еще что-то. Ну, как бы общение со взрослыми. Вот те части нейросети, которые активно грузятся, там синапсы начинают работать более активно, проводить информацию. они более интенсивно вырабатывают энергию, там всякие белковые молекулы, вот эти контакты. И как бы все окей, там все идет нормально. А в каких-то отделах мозга, в каких-то отделах кары, больших полушарий, сигналов меньше. Ну, просто за 24 часа ты же не можешь успеть, да, и это, и это, и это. Опять же, представьте себе, одно дело ребенок, который в маленьком городе или в деревне растет, а другое дело ребенок мегаполиса. То есть, в этом во многом, кстати, сила наша, homo sapiens, наш мозг, кора больших полушарий, во многом исходно пустая и готова запомнить все, что угодно. Хорошее и плохое. Ну, сейчас мы даже не про хорошее и плохое, а про разные условия обитания. И мы можем приспособиться жить в тропическом лесу, в пустыне Сахара, на берегу, не знаю, там, Карского моря. То есть, мы очень пластичны. И это вот детский возраст, его как бы такая вот прерогатива во многом. То есть, настройка на те параметры мира, которые вот здесь достались именно вам. Ну вот. Так вот, те участки нейросети коры, которые грузятся малым количеством информации, там синапсы начинают разрываться. Этот механизм не так давно был описан. То есть, оказалось, что есть у нас в мозге специальные клетки нейроглиальные. Они называются нейроглия. Которые следят за тем, а работает ли синапс. Вообще, они исходно клетки иммунной системы. То есть, такие маленькие фагоциты, которые между нейронами бродят и убирают мусор или отлавливают, не дай бог, каких-нибудь бактерий, вирусов. Но одна из задач микроглии – слушать синапсы. То есть, вот эти контакты. Значит, микроглиальная клетка формирует такой вырост. И типа, ну-ка, ты работаешь. И если синапс не передаёт сигналы, идёт команда на разрыв. Этот процесс назвали прунинг. Это английское слово, которое обозначает подрезание живой изгороди. Вот. То есть, синапсы, которые не работают, они начинают разрываться. Это логично, потому что каждый синапс требует энергии. Зачем кормить некий контакт, некую, так сказать, структуру, опять же, если сравнивать с администрацией, ваш отдел, который, собственно, не нужен, давайте мы его сократим, а зарплату разделим на остальных. Во. И вот, собственно, нейросеть так работает. То есть, разрываются те контакты, которые неактивны. Более того, если нейрон потерял много контактов, то уже и он гибнет. И вот, когда говорится, что у детей много нейронов, а потом число их начинает сокращаться и доходит примерно вот в таком возрасте, лет 30, до 90 миллиардов, это вот тот самый процесс. То есть, уходят нейроны, которые не смогли встроиться в коллектив. А перераспределение энергии идёт на работающие части нейросети. Тут ещё более тонкие процессы связаны с тем, что сама-то нейросеть, она формируется во многом случайно. Ведь, понимаете, вот у нас есть сложный мозг. Вот он возникает, и там, не знаю, у ребёнка прям сразу начинает функционировать. И ребёнок там родился, да, он там дышит, он сосёт мамину грудь. То есть, какие-то простейшие цепочки нейронов, кстати, скорее всего, рефлекторные дуги, окажется, что они подходят под определение рефлекторных дуг, прям сразу классно работают. А вот кора больших полушарий почти пустая. Кора мужичка тоже почти пустая. Нам ещё вырабатывать, вырабатывать двигательные навыки. Получается, что загруженные элементы нейросети, они укрепляются. Незагруженные, они начинают постепенно уходить. И мы это называем оптимизацией нейросети. На химическом уровне, это прям такая отдельная история, там та клетка, которая передаёт сигнал, и та клетка, которую принимают, они обмениваются особыми молекулами, они называются, они названы факторы роста нервов. То есть, по сути, это как бы такие внутренние гормоны мозга, которые говорят нейронам, участвующим в контакте, вы нужны. И эти сигналы от факторов роста передаются в ядро нейрона, а если их не будет, вот тогда нейрон будет погибать. То есть, поначалу гибнут бездельники, это выглядит как оптимизация. Лет до 30-40. До 30-40. Ну, оптимизация, да? Но они продолжают и дальше гибнуть, потому что, ежели вы живёте слишком одинаково, слишком скучно, без новых впечатлений, да? Худете по одной и той же дороге на работу. Точно, да? Читаете одни и те же книги или вообще не читаете? Смотрите один и тот же канал на телевизоре. Да, вот-вот-вот. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Поток», будете в тренде новых новостей, новых гостей, информации. Да, и ваши нейроны будут радоваться, а не гибнуть от монотонии. Если вы всё-таки в 70 лет собрались научиться рисовать акварелью, то та часть мозга, которая, в принципе, способна это делать и которая уже потеряла какое-то количество нервных клеток, она так вздохнёт с трудом, типа, где же ты раньше-то был? Напряжётся, да? Но напряжётся, и те нейроны, которые остались, они начнут выращивать новые отростки и формировать синапсы. Ничего себе. Да, то есть мы знаем, что нейроны не восстанавливаются. Да, такая фраза. Нервные клетки не восстанавливаются. Не восстанавливаются. Что значит не восстанавливаются? Не делятся. Не делятся. Потому что для обычного нашего органа восстановление – это деление. Вот печень, например. Человек может травить свою печень чем угодно, не знаю, тем же алкоголем. Или её отрезали, например, частью. Или отрезали, да. Недаром же Прометею... Клевали. Орёл клевал печень. То есть уже древние греки знали, что печень обладает потрясающей регенерацией. Да, а клетки печени делятся, делятся и восстанавливаются. Восстановилась. Нейроны не делятся. И это не их дефект. Получается, инсультные проявления нельзя как бы мозговую деятельность восстановить, да? Клеток, если они погибли. Вот если погибли, вы их никак не восстановите. Нейроны, в принципе, не делятся, потому что им запрещено делиться. Потому что через каждый нейрон, по сути, проходят тысячи информационных каналов. И если вы его разделите, вы же их разорвёте. Это всё, что разрезать книгу пополам, по диагонали. Вы же получите не две книги, а как бы сломанную книгу, которую нельзя будет читать. И у нас в мозге есть только две зоны, где нейроны продолжают делиться, даже во взрослом состоянии. Потому что там очень стереотипные функции. Это зона гиппокампа кратковременной памяти и обонятельные центры, которые, в принципе, заточены на то, что, а, пожалуй, мы вот этот запах тоже запомним. Мы ещё и этот запомним. Но это, скорее, исключение. В основной коре больших полушарий нейроны не делятся. Поэтому, когда, например, у человека случается инсульт и гибнет часть нейронов, это беда. Но та же самая история, что с акварелью. Если вы начнёте эту зону грузить той информацией, которая обрабатывалась погибшими нейронами, то уцелевшие нейроны, тяжело вздохнув, вырастут новые отростки, сформируют контакты и заштопают дырку в нейросети. И порой эта заштопанная конструкция работает не хуже, чем исходная. И даже получает какие-то новые свойства. Тут дело в размере повреждения. Поэтому микроинсульты, там восстановление идёт без проблем. Чем больше очаг повреждения, тем больше проблем. И порой человек после инсульта восстанавливается по 5 лет, по 10 лет. Но здесь важно работать. Ага, да, у меня там инсульт, и не двигается правая рука. И двигать ей тяжело, и даже больно. Боже мой, я её повешу на эту самую повязку и не буду ей вообще шевелить. Вот это худшее, что может случиться. Потому что если ты ей шевелить не будешь, даже те нейроны, которые могли бы помочь в восстановлении, они тоже махнут рукой и займутся чем-то другим. А надо через боль, через «не хочу» всё это делать. Врачи, которые занимаются реабилитацией, постоянно об этом говорят. И, возвращаясь к акварели, если вы таки решили научиться в 70 лет рисовать акварелью, или делать оригами, или взялись учить португальский язык, то выпустят нейроны отростки, сформируют синапсы. Но это будет на порядок сложнее и потребует от вас на порядок больше усилий, чем, например, в 5 лет или в 7 лет. Когда говорят, что в жизни надо всё время двигаться, и аналогия с эскалатором, который идёт вниз, а вам, чтобы остаться на месте, надо всё время идти. Чтобы только остаться на месте, прогрессировать надо, чтобы ты не скатился назад. Да, не скатился вообще до состояния червяка. То есть мозг, как мышца, её нужно тренировать в конечном итоге. Ну да. Скорее я бы сказал, что у нас весь организм так устроен. То есть тот орган, который не тренируется, он деградирует, потому что идёт экономия ресурсов. Шлаф, может сложиться ощущение, когда говорим про детей, у которых 150-180 миллиардов нейронов, которые потом... Прунинг происходит. Не может возникнуть такое ощущение, что надо ребёнка больше грузить в действие, в раннее развитие. Давайте в 2 года научим его читать, в 3 года научим писать. Школу отдаводим не в 7 лет, а в 5 лет. Пусть он знает 3 языка уже к 5 годам. Мы же видим такие процессы. Это может быть плюсом, что мы ребёнка загрузим так, что у неё нейроны не будут отмерять, потому что ему будут нужны. До нас появится вид человечества, у которого будет 130 миллиардов нейронов действующих. Всё равно. В сутках 24 часа. Поэтому, ежели вы грузите ребёнка португальским языком, вместо того, чтобы вместе с ним, как мама-папа, например, лепить что-то из пластилина, то у него разовьются нейросети, которые про португальский язык, но не разовьются сети, например, эмпатии, семейной привязанности. Координации, может быть, да? Да. Или, например, координации. Если он на самокате не имеет кататься, да? Да. Ну, например. Понимаете? То есть здесь всё равно речь идёт о перераспределении ресурсов. Если вы за ребёнка берётесь очень интенсивно и слишком рано, то вы всё равно какие-то функции развиваете в ущерб других функций. Более того, вы можете, создав эту перегрузку, а это бывает перегрузка, да? Тем более, когда родитель там это... Как? Ты не занял первое место на соревновании? Боже мой! Вот этот стресс, он прям совсем травматичен. И психологи про это исписали тома, и говорят, что родители зачастую свои собственные амбиции реализуют через детей. Травмируя даже в каком-то степени. Травмируя их при этом, да? Когда мы выбираем профессию, уже как взрослые, мы же то же самое делаем. Почему я стал, там, не знаю, экономистом или физиком, или там медиком, или там социологом? А, наверное, что-то мне вот тогда вот в 15-16-17 лет стукнуло в голову и понравилось. А что? А иногда в те же самые 16-17 лет, когда ребёнок выбирает профессию, например, вуз, работают какие-нибудь факторы, типа хорошая зарплата, или мой лучший друг тоже стал вот таким вот, да, специалистом, и я, наверное, или в семье у нас принято, или просто родители сказали. Когда вы начинаете работать, и вы вдруг понимаете, что работа вам не приносит положительные эмоции, вот тут случается беда. Ну, психологи это называют профессиональным выгоранием, а реально это означает, что надо менять профессию, потому что это означает, что вы всё время в стрессе, и ваши нейроны от этого начинают гибнуть. Стресс, кстати, да, там прям вот такая вот история. Ускоряется этот самый прунинг, увеличивается вероятность гибели отдельных нервных клеток, и по-хорошему надо менять профессию. Несмотря на то, что одна часть нашего мозга говорит, блин, опять новая, да, ну как, мы только вот это всё построили, только у нас нормально, и тут на новое место, и как бы новые проблемы решать. Это вот одна часть мозга, которая за стереотипию, и у нас есть программы Лени, и которая, значит, про то, чтобы ходить привычными путями. Другая часть мозга, которая про новизну, она радуется и говорит, сейчас мы заработаем кучу дофамина, сейчас, ну, новые задачи. Да, здесь это мы уже почти всё, вот про это мы уже всё поняли, а есть какие-нибудь новые задачи. Тут тоже все мы разные, да, недаром там ещё со времён Гиппократа. Холерики, флегматики, меланхолики, сангвиники. Вот флегматику, ему как раз важна стабильность. И как бы, да, я встроился в структуру, я там маленький винтик в этой большой организации, я приношу пользу, ему комфортно. А сангвинику и холерику, ему скучно, ему и поруководить хочется, и новизны хочется. Ну, видимо, эволюция, когда она нас опять же создавала, она же создавала нас разными. Вообще разнообразие – один из тоже лейтмотивов эволюционного процесса. И всё вот это в итоге гармонично сочетается. А меланхолики, кстати, рассматриваются как наиболее творческий тип, потому что у них такие мозги разболтанные, тревожные, им не очень комфортно в каких-то кризисных ситуациях, но зато если их поместить в такую какую-то белую башню, кормить их и не пугать, они могут додуматься до того, до чего остальные темпераменты не додумаются. Поэтому, например, люди искусства, они часто вот с таким тревожно-меланхолическим темпераментом, а ещё лучше вот эта биполярность. То ты в депрессии, то у тебя мания и творческие порывы. Очень много великих людей были вот такими биполярами. Классика – это Пушкин. То депрессия, то болдинская осень. Дело в том, что сама по себе нейроанатомия, вес или даже клеточные структуры, ну, это всё равно, что вот вы вскрыли компьютер и смотрите на железо. А программ-то вы не видите, а программы-то можно разные поставить. На самом деле, ну, например, если взять кусочек коры больших полушарий мышки и человека, под микроскопом их не отличишь. Неужели? Да, вот так вот. То есть вот именно в микроскоп нейроны, синапсы не отличишь. Тем более не отличишь человека и обезьяну. Поэтому дело во многом… Нет, специфика железа тоже важна. То есть плотность синаптических контактов, сколько их на единицу объёма. Но совсем специфика проявляется тогда, когда мы загружаем на эти нейросети программы. То есть наш индивидуальный опыт, который, опять же, начинается с первых дней недель жизни. И даже раньше, с того момента, когда ребёнок зашевелился у мамы в животе, это уже пошла прозвонка нейросетей. Почему ребёнок шевелится? А вот уже какие-то простейшие сначала рефлексы, а потом двигательные навыки. Уже мужичок начал учиться. Слышит через живот мамы какие-то внешние звуки, музыку. Ну или урчание у мамы в животе, например, да, слышит. Биение маминого сердца. Конечно. То есть с 7 месяцев ребёнок уже довольно неплохо слышит. Шевелится он ещё раньше. А сейчас на УЗИ мы видим, что ребёнок, например, сосёт палец ещё у мамы в утробе. То есть уже, да, вот этот сосательный рефлекс, он как бы прозванивается. То есть, ну, так же, как вот вы запускаете какой-то производственный комплекс, вы же его тестируете перед тем, как запустить. Вот идёт такое тестирование ещё внутриутробно. И оно полезно, потому что нейроны начинают передавать друг другу сигналы, кормить друг друга вот этими факторами роста. И идёт сборка более адекватная. Видимо, сборка по месту многих нейросетей начинается ещё там внутриутробно. Поэтому мы сейчас понимаем, что вот эти 9 месяцев, пока ребёнок растёт у мамы в животе, они имеют колоссальное значение для будущего темперамента, для будущих параметров интеллекта. Ну, есть как бы такие очень грубые оценки, а какой вклад, какие факторы вносят в личность человека. Вот 50% — это гены. То есть те молекулы ДНК, которые достались от мамы-папы, их установки, их характеристики. Там много серотонина, мало серотонина, много дофамина, мало дофамина. Дальше. Процентов 20 — это внутриутробный период. Очень большая цифра. Очень большая. Процентов 15 — это первые годы жизни, ну, скажем, дошкольные. И оставшиеся 15% — всё, что с нами произошло с момента школы, института, работы. То есть внутриутробный период, он по тому, какими мы будем, ну, по крайней мере, сравним, а, пожалуй, даже важнее, чем всё от интервала от 70 до, не знаю, 97 лет. А большие различия между мужским и женским мозгом? Знаете, они, как правило, вписываются вот в это, опять же, нормальное распределение. То есть когда задаётся вопрос про мужской и женский мозг, мы что видим? На большой статистике есть много отличий. Ну, банально это уровень, не знаю, агрессивности какой-нибудь, да, или там уровень заботы о потомстве. На средних показателях мы это видим. И если вы возьмёте 10 тысяч мужчин, 10 тысяч женщин, вы получите статистическое достоверное отличие, а там с P меньше 0. Или размер вес, наверное, тоже, да? Размер вес, да. Но если вы берёте конкретного мужчину и конкретную женщину, то в рамках вот этих двух нормальных распределений он может попасть куда угодно. Вот эти два нормальных распределения мужской и женской очень сильно пересекаются. Они пересекаются более чем на 70%. Мы же разные, мужчины и женщины. Да, у нас, у мужчин Y-хромосома, у женщин её нет, вместо неё вторая X-хромосома. Вот с этого всё начинается. И чё ж тут удивляться, что у нас мозг разный. Так у нас всё разное. У нас печень работает по-разному. У нас сердце работает по-разному. Но, в конце концов, мужчины живут в среднем на 5 лет меньше. Вот это никого не поражает? И это как бы фантальная история, потому что Y-хромосома, она работает, ну, она, как известно, короче, чем X. И около 800 генов у мужчины в одном экземпляре, а у женщин в двух, потому что 2X-хромосома. Что-то нам не дохватило. Да, и если один из этих 800 генов сломан, то у женщин есть запасной вариант, вторая X-хромосома, а у мужчин нет. Поэтому многие генетические заболевания, та же гемофилия, они гораздо чаще встречаются у мужчин. Вообще, каждый факт в какой-то момент, современная наука, она так приучает, по крайней мере, физиологов, нас, биологов, задавать вопрос, а почему? То есть это же зачем-то сформировалось в ходе эволюции, потому что исходно, вот если мы берем млекопитающие, произошли от рептилий. Наши предки рептилий. Вот у рептилий нет этого определения пола. У рептилий, у каких-нибудь крокодилов, мальчик или девочка, зависит от температуры песка. А у нас зависит от того, XX или XY. И дальше получается, что раз Y-хромосома несет меньше генов, мужчины, их распределение оказывается более широким. Больше разнообразие генетическое, больше вероятность проявления разных мутаций. И, кстати, не всегда бывает так, что вот нормальное женское, вот нормальное мужское распределение. Во многих случаях мы видим, что средний уровень одинаков, просто распределение мужское более широкое. Например, в случае IQ. Если мерить коэффициент интеллекта, мужчины и женщины не отличаются, но среди мужчин больше гениев и больше идиотов. Потому что шире. И дальше мы, собственно, говорим о том, что Y-хромосома мужская, она для того, чтобы делать, опять-таки, популяцию и потомство более разнообразным. Опять мы упираемся в идею разнообразия. И при этом природа, эволюция, из двух полов один выбирает для экспериментов. И у нас, у млекопитающих, это мужской пол. А второй оставляет за островком стабильности. Да, это женский пол. И говорится, что на женщинах... Нет, на мужчинах природа экспериментирует, а женщины, они вот про стабильность. Но если мы посмотрим на параллельную линию эволюции, птиц, там всё наоборот. Петух XX, а курица XY. Поэтому это, видимо, даже не связано с полом мужским-женским. Так получилось. А да, вот у них, у птиц, эволюция вот этот механизм поймала. У нас этот, но фокус в том, что мы видим то, что называется дивергенция в эволюции. Когда одинаковая проблема решается одинаковыми способами. И это же мы видим у мух. Вот эта муха дрозофила, которая модельный объект, там тоже самки XX, а самцы XY. То есть эволюция насекомых тоже этот механизм поймала. Хотя на каком-то уровне вот такого явного генетического определения пола нет. И пол потомства зависит от каких-то других факторов, вроде температуры песка, гормонального сигнала. Или вообще определяется случайно. Шлав, вот вы про нейромедиаторы говорили. Одна из ветвей передовой науки – это исследовать мозг с точки зрения нейрогормонов. Что сегодня наука хорошо понимает с точки зрения нейрогормонов? Какие они существуют? И каким образом можно на них влиять? Вот мы знаем, такие известные, слышим, там, дофамин, серотонин. Наверное, еще какие-то есть известные. Рад, спасибо, что задаете этот вопрос. Это же моя прям научная специальность. Я как бы по узкой своей направленности нейрофармаколог, нейрохимик. То есть моя докторская посвящена опиоидным молекулам, опиоидоподобным, которые много чего регулируют в организме. Поэтому поговорить про медиаторы – это всегда пожалуйста. И, собственно, нейрогормоны, наверное, их называть не очень правильно. Хотя тоже, в общем, здравая эта идея тут есть. Но более такой верный термин – это нейромедиаторы. Или просто медиатор. То есть медиаторы – посредники. А нейромедиаторы, они как работают? Они выделяются из отростка одной нервной клетки, чтобы влиять на отросток другой. То есть какие-то химические молекулы, которые… Да, это молекулы, которые переходят из отростка в отросток. Ну, точнее, действуют. От синапса к синапсу, да? Внутри синапса. А внутри синапса. Да, то есть синапс состоит из той части, которая передаёт сигнал, и той части, которая принимает. И вот та, которая передаёт, из неё выделяется нейромедиатор и воздействует на поверхность второй клетки. И вот чем отличаются именно, скажем, медиаторы, нейромедиаторы от гормонов? Сигнал передаётся точечно, только здесь. Когда мы говорим слово «гормон», это значит, молекула какая-то выделяется в кровь или хотя бы в межклеточную среду и начинает распространяться по обширному пространству. Типа адреналин, да? Ну, например, адреналин, да. Он выделился из мозгового вещества надпочечников и по всему организму растёкся и повлиял и на сердце, и на скелетные мышцы, и на сосуды, и даже на эритроциты. И эритроциты стали переносить больше кислорода. А нейромедиаторы у них прям точечное воздействие. Поэтому они про очень тонкий обмен информацией. А гормоны, они про глобальную регуляцию состояния. То есть это как бы такие... Язык общения нейромедиаторы, да, получается? Да, когда мы... Способ общения, инструмент общения, конечно. Ну вот, и дальше, собственно, сто лет назад поняли, что этот механизм существует. Потому что на самом деле, когда смотрели на нейросеть, ну, скажем, в начале 20 века, тогда же были только световые микроскопы, было видно, что отросток подходит к отростку, а вот что там между ними происходит, непонятно. А к тому моменту уже знали, что сигнал по отдельно взятому нейрону передаётся в виде электрического импульса. И было две конкурирующие гипотезы. Сигнал электрический просто перескакивает на следующую клетку. Ну, как вот в телефонных станциях того времени. Штекер вставил в гнездо, и сигнал побежал. А вторая гипотеза про то, что нет, не перескакивает, а всё-таки выделяется химическое вещество. И эта гипотеза как раз выросла из знаний о гормонах. Потому что гормональный сигнал передаётся через молекулу и через какое-то пространство. Возможно, и синапс также сделан. Ну вот, и реально, да, именно второй вариант работает в подавляющем большинстве точек нашего организма. Ну и поэтому действительно знания о нейромедиаторах, они колоссально важны. И есть два самых главных наших нейромедиатора. Это глутамат или глутаминовая кислота и гамк или гамма-аминомасляная кислота. Первый из них передаёт возбуждающие сигналы, и если он выделяется, то с большой вероятностью следующая клетка генерирует импульс, и сигнал побежал дальше. Второй из них, который гамк, тормозит активность следующей клетки, чтобы не передавались лишние сигналы. Зачем это надо? А каждый нейрон действительно получает не то что десятки, сотни, тысячи входов, но в какой-то момент нужно сказать, так, вообще ничего не передаём. Например, не запускаем двигательную реакцию. Хочется двигаться, а мы должны тихо сидеть. Ну там, школьник на уроке, да? Вам хочется сказать, а надо тихо сидеть. Затормозить лишние сигналы – это очень важно. Поэтому на какие-то отростки приходят сигналы со знаком плюс, глутамат, а на какие-то со знаком минус. Вот это самая гамма-аминомасляная кислота. И если так очень грубо оценивать, где-то процентов 80 наших нейронов и синапсов работают на вот этих двух медиаторах. То есть 40% глутамат – основные информационные потоки, 40% гамм – торможение ненужного. И базовые процессы передачи информации в мозге – это вот тонкий баланс двух вот этих молекул. Какая система это регулирует? Это сам мозг или в мозге какие-то из центров, которые регулируются отношения? Это во многом задано на генетическом уровне. И поскольку за вот этим всем сотнями миллионов лет эволюции в норме это работает хорошо. Но сбои бывают, и в основном они в сторону перекоса возбуждения. И у ребёнка это выливается в СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. То есть синдром дефицита внимания. Дефицит внимания вы не можете слишком долго слушать, например, учителя, и отвлекаетесь. То есть торможение каких-то лишних шумовых сигналов не срабатывает. Не срабатывает. Гиперактивность. Ребёнку сложно долго сидеть неподвижно. Блокировать на уровне кары больших полушарий, например, сигналы из мозжечка. Потому что мозжечок, он же наш двигательный центр, он всё время предлагает каре – давай это сделаем, давай побегаем, попрыгаем, покрутимся. На голове постоим. Бросим учебникам соседа. Чего мы сидим, ничего не делаем, мы столько всего умеем. И вот это блокировать – это прям функция гамм. У нас центр есть, он называется таламус, который, собственно, этим занимается. И самые тяжёлые сбои – это уже повышенная тревожность у взрослых, бессонница. Самый-самый тяжёлый сбои – это эпилепсия. То есть при эпилепсии есть прям вот очаг нарушенного баланса возбуждения-торможения. Ну и как бы, если оттуда бабахает волна активации, то судороги и всё такое. И чтобы все эти проблемы исправлять, используются две группы лекарственных препаратов. Одна из них усиливает активность гамм. А вторая группа – это антагонисты, то есть конкуренты глутамата, то есть молекулы, мешающие глутамату. Вот, например, если у человека эпистатус, эпилептический очаг, а это каждый двухсотый вообще так человек, то используются такие молекулы. И это первый слой медиаторов. А вот второй слой – это как раз то, что обычно на слуху. Дофамин, серотонин, норадреналин, эндорфины – это медиаторы психоэмоциональной сферы, которые в основном себя проявляют, когда мы удовлетворяем те или иные потребности и формируют эмоциональный фон. И эмоция – это для нас, как для субъекта, приятно-неприятно. То есть мы воспринимаем через знак. Это называется валентность в психологии. То есть валентность – это не только слово, которое в химии про количество связей, но в психологии знак эмоций тоже называется валентностью. Положительная валентность – отрицательная. С точки зрения системной работы мозга, эмоция – это химический сигнал, который из центров потребностей, например, из гипоталамуса, поднимается в кору больших полушарий и говорит, о, удалось поесть. То есть кора, нам удалось поесть. Поэтому то, что ты сейчас сделала, это было правильно, потому что мы удовлетворили пищевую потребность. И вот на фоне вот этого положительного эмоционального сигнала, за которым, например, там дофамин или эндорфины, кора запоминает, что надо делать, чтобы поесть. И те нейросети, которые сработали, там контакты между нейронами укрепляются, становятся более эффективными, и в дальнейшем с большей вероятностью будет выбираться эта программа, потому что она позволила поесть. Если что-то сделал, не вышло, центр потребности генерирует негативную эмоцию. Опять же, в химической форме она поднимается в кору и ухудшают работу те синапсы, которые не привели к успеху. Еще Павлов называл это условным торможением. Нейромедиаторы вроде дофамина или там норадреналина или серотонина, они про то, чтобы мы учились. Ну и плюс для нас, как для субъекта, все вот эти психические проявления, они очень важны. Ну а дальше, ежели что-то не так, то используются их, опять же, агонисты, то есть вещества, похожие на дофамин, или антагонисты, то есть вещества, мешающие. Вот антагонисты дофамина, например, используются при шизофрении, при маниакальных расстройствах. Агонисты серотонина используются при депрессии, потому что серотонин, он в основном контролирует негативные эмоции и не дает им зашкаливать. И плохая работа серотонина – это депрессивные состояния. Поэтому классические антидепрессанты, они активируют работу серотониновой системы. Если мало, то там уже есть такие более серьезные антидепрессанты, которые одновременно активируют и серотонин, чтобы сдерживать негативные эмоции, и дофамин, чтобы было побольше положительных эмоций. Но это прямо уже тогда совсем рецептурные-рецептурные. А существуют БАДы, которые стимулируют вот эти нейромедиаторы? Вот, допустим, если есть дефицит витамина С, ты пьёшь витамин С. Ну да. У тебя дефицит дофамина. Есть БАД? Принял? У тебя с дофамином всё хорошо. Вы знаете, вообще наш мозг довольно здорово вот от таких пищевых вторжений защищён. Потому что большинство нейромедиаторов, тот же самый дофамин или серотонин, они вообще-то образуются из пищевых аминокислот. То есть молекулы, которые входят в состав любого белка, который мы едим. И мозг очень аккуратно забирает эти аминокислоты из кровотока и строго определённый процент превращает опять же в серотонин или в дофамин. Он синтезирует сам на основе аминокислоты в голове, да? Да, да. Совершенно верно. Прямо сами нервные клетки. И не где-нибудь, а прямо в синапсе. Вот в том отростке, который будет передавать сигнал, вот тут точечно синтезируется дофамин для того, чтобы дотянуться до следующего нейрона. Вот поэтому это всё очень здорово контролируется, отслеживается, потому что иначе бы мы в зависимости от нашего питания вели бы себя очень по-разному, а это ни к чему. Это не адаптивно. Вот поэтому какими-то БАДами до этих систем дотянуться можно, только если какой-то заметный дефицит. Триптофан и 5-гидрокситриптофан, они являются БАДами, потому что из них мозг синтезирует серотонин. Ну, их надо принимать в довольно больших количествах, типа того же трриптофана, 1-2 грамма в сутки. Это количество сравнимо с тем количеством, которое мы съедаем с обычными пищевыми белками. Вот здесь такой миф, не миф. Нужны есть грецкие орехи для мозга, потому что, во-первых, он похож. Какие продукты питания полезные для мозга? Вот вы в криптофан сказали, где он содержится, какой белок кушаете? Вообще вот это похож, это самый древний уровень шаманского лечения. То есть вот этот гриб похож на ухо, будем им лечить атиты. Ну вот какой-то особой значимости грецких орехов для мозга я, честно сказать, не встречал. А вообще, конечно, орехи, как любые такие растительные продукты, в которых много жира, они содержат правильные жирные кислоты. Что кушать, чтобы мозгу это было полезно? Вот, хорошо. Давайте начнём действительно с жиров. Значит, вообще наш мозг напрямую для передачи, например, импульсов жиры не использует. Но зато нервные клетки, так же, как все клетки организма, они имеют поверхностную мембрану. И нейронам нужна большая мембрана, потому что вот эти отростки, они, конечно, создают очень значительную поверхность. А для построения мембран больше подходят растительные жиры, потому что они более гибкие. То есть жиры сформируют основу биологических мембран. Там два слоя вот этих липидных молекул. И растительные жиры более гибкие. И получается вся система более гибкая, правильная. Как запомнить, что растительные жиры более гибкие? Вы открываете холодильник и видите сливочное масло и растительное масло в бутылке. И вот в холодильнике сливочное масло уже твёрдое, а растительное продолжает булькать. Это означает наличие более гибких молекул. Там между углеродами двойные связи. Вот поэтому, ну как известно, нам нужно есть жиров где-то один грамм на килограмм веса. И желательно, чтобы не меньше половины были всё-таки растительные жиры. Большой разницы между оливковым маслом, подсолнечным маслом, каким-нибудь рапсовым маслом нет. Единственное отличие – пальмовое масло. Оно, если оно нормальное пальмовое масло, оно не вредное, но просто в нём в основном жиры такие, как в животных жирах. Поэтому оно для построения мембран не очень годится, но оно годится как источник энергии. То есть жиры вообще выполняют у нас энергетическую функцию, запасающую, ну и ещё вот эту самую строительную. Вот поэтому грецкие орехи годятся. Годится подсолнечное масло, годится оливковое масло. Дальше, если брать углеводы. Из углеводов вообще у нас ничего в нервной системе не строится, но это энергия. И глюкоза, она нужна нашим нервным клеткам, тем более, что наши нервные клетки не умеют глюкозу запасать. Вот мышечные, например, умеют. То есть берётся из кровотока глюкоза, откладывается внутри мышечной клетки про запас в виде такой крахмалоподобной молекулы под названием гликоген. И если чего, можно несколько часов продержаться. А нейроны не могут, у них нет запаса. И они всё время берут глюкозу из кровотока, и любой знает, ой, что-то у меня голова перестала работать, пора бы поесть. Или наоборот, что-то я слишком много съел, да, вообще голова не работает. То есть здесь вот эта грань, она довольно тонкая. То есть в идеале у нас в крови должна быть концентрация глюкозы где-то 0,1%. Про эту концентрацию очень хорошо знают диабетики, потому что эта концентрация зависит от работы поджелудочной железы, инсулиновой системы, глюкогоновой системы. Вот, то есть тут важно про углеводы не забывать. Есть не очень редко и не очень по многу. И избегать вот прям совсем сладкого, потому что если вы едите чистую глюкозу или там сахарозу, то скачок концентрации в крови слишком большой, нервной системе это обычно не нравится. Особенно если вы настроены не вот на 15-минутную работу, она достаточно длинная. Поэтому вот эти медленные углеводы, типа крахмала, которые будут перевариваться постепенно, там каша с утра, да это все не просто так. Вот. Наиболее важное значение имеют, конечно, белковые молекулы. Потому что там каждый белок состоит из 20 аминокислот. 20 типов аминокислот составляют белок. И 8 из них относятся к разряду незаменимых. То есть, по сути, витаминоподобных. Мы их получаем только с едой. И вот в их ряду трептофан, из которого получается серотонин, и тирозин, из которого получается дофамин. Но тирозина, как правило, много в любых белках, а вот трептофана больше в животных белках. Поэтому получается история о том, что растительные жиры полезнее животных, а вот животные белки в каком-то смысле полезнее растительных. Ну, это условная разница, потому что если вы прям вот совсем-совсем вегетарианец, то вы, конечно, на грамм белка будете получать меньше трептофана, но ешьте тогда просто больше белка. Если вы веган, то вы должны и, так сказать, злаки есть, и бобовые в не меньшем количестве. Там какую-нибудь фасоль и какую-нибудь пшеницу. А ещё неплохо будет что-нибудь ещё третье добавлять, вроде киноя, или гречки, которые и не злаки, и не бобовые, а там какие-то отдельные группы, вроде маревых. Ну, у меня есть лекции «Мозг. Еда». Там, я думаю, вы можете всё это узнать. Более подробно можно в ваших книгах прочитать. Мы ссылочки оставим в описании обязательно. Да, да. А физическая активность на мозг, она влияет? Вот занятие спортом? Конечно, ещё как. Ну, во-первых, если посмотреть, как работают наши нервные клетки, то обнаружится, что две трети нейронов так или иначе участвуют в движениях. Две трети. Это, во-первых, весь мозжечок, и многие отделы коры больших полушарий, и много чего в подкорковых, в стволовых структурах. То есть получается, что если мы двигаемся, а особенно как-то там сложно и по-новому, то у нас активируются нейросети, а мы с вами уже договорились, что активация нейросети, она полезна для синапсов, нейроны выживают, и вообще всё классно. Поэтому двигаться хорошо, потому что мы активируем мозг. Дальше, второй пункт. Мы так устроены, что за движением на следующем этапе идёт выброс дофамина. То есть когда активируются двигательные центры, они дотягиваются до структуры, которая называется чёрная субстанция, она находится в среднем мозге, и чёрная субстанция выбрасывает дофамин, создавая положительные эмоции. Нам нравится двигаться, и мы стремимся двигаться, а глобальная биологическая цель научиться двигаться. Когда мы уже взрослые, у нас активность чёрной субстанции потихоньку начинает падать, и начинает побеждать программы экономии сил, по сути, лени. И предложение ребёночка, там, мам, пап, давай побегаем, попрыгаем, вызывает у взрослого мозга порой такое глубокое недоумение, типа, а я умею вообще, зачем? Лучше я на диване полежу, да? Лучше я добуду дофамин не через движение, а, например, через новую информацию, там, почитаю книжку или ещё чего-то, вот. И вот тут уже, как бы, начинает играть наша индивидуальная установка, то есть у детей, у всех практически ярко это работает, хотя даже дети бывают двигательно ленивые, но это гораздо реже. А вот у взрослых, действительно, многие взрослые так и норовят остаться на диване, но есть такие счастливые взрослые, у которых по жизни много дофамина в этой системе, сохраняется, и тогда они и в 50 лет, и в 70 лет готовы танцевать, играть там по воскресеньям волейбольчик, и искренне не понимают тех, которые лежат на диване и ленятся, а те, которые на диване, их не понимают, те, которые на диване, получают положительные эмоции за счёт эндорфинов. Ещё у нас есть такие молекулы, которые про комфорт, они про то, что, о, классно, когда вам хочется бежать по улице и орать от радости, это выделение дофамина. Вот Архимед бежал и кричал, да, Эврика, вот дофамин. А когда вы тихо лежите в углу и думаете, да, жизнь удалась, вот это эндорфины, это после еды, это после секса, это просто там в пятизвёздочном отеле во время отпуска. Дело в том, что не очень давно обнаружили, активно работающие мышцы выделяют гормоноподобные молекулы, их назвали миокины. И эти миокины улучшают состояние нервных клеток, они работают примерно как факторы роста нервов. Например, улучшают состояние гиппокампа и центра в памяти. То есть активно работающие мышцы говорят спасибо за счёт миокинов мозгу. И это получается третий механизм пользы от движений. Ну, не говоря уже о том, что вы двигаетесь, тренируете сердечно-сосудистую систему, от этого кровоток в мозге тоже лучше. И это тоже плюс. Вячеслав, я правильно понимаю, что вот последнее десятилетие, которое знаменовалось таким бурным ростом социальных сетей, социальных платформ, исследователи, которые создают социальные сети, они как бы пользуются достоянием нейробиологии для того, чтобы создавать такие механики и такие инструменты, за счёт которых человек получает тот же самый дофамин, пролистывая бесконечную ленту социальных страниц. Человек получает, залипает в интернете, потому что у него вырабатывает дофамин, 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 он смотрит, лайкает, смотрит. Ну да, да, известная история, да. Вот что наука об этом знает? Как социальные сети влияют? Наука об этом знает. Ясно, что создатели социальных сетей не думали о дофамине, они думали о том, чтобы побольше было просмотров, а внутрь просмотров запихнуть рекламу, ну или ещё чего-нибудь такое. Но наш мозг любопытен. То есть это одна из наших врождённых программ, и тоже связанная с дофамином. То есть дофамин, он у нас в двух больших системах мозговых работает источником положительных эмоций. Радость движений, чёрная субстанция, и радость новизны. Это так называемая покрышка среднего мозга, там находятся нейроны, которые, собственно, этим ведают. И собирать новую информацию, это, опять же, биологически обоснованное событие. Да, ну вот, опять же, только что мы говорили, радость движений, чтобы научиться двигаться. Собирать новую информацию, почему это приятно, почему это важно. А чем больше вы знаете о мире, тем адекватнее ваше поведение. То есть вы знаете, что ждать в этой ситуации, в этой, в этой. То есть быть любопытным выгодно. Поэтому эволюция... И приятно, я так понимаю. А приятно, это уже наш мозг так организован, чтобы говорить нам то, что ты делаешь правильно. Вот тебе положительная эмоция. Вот тебе из кемона палочки под названием дофамин. То есть эволюция заходила со стороны биологической целесообразности, а потом в случае сложного мозга добавляла к этой биологической целесообразности врожденным программам и каким-то банальным рефлексам эмоцию, чтобы сложный мозг в ситуации выбора между двигаться, лежать на диване, узнавать новое, убегать и прятаться, чтобы вероятность выбора сдвигалась в какую-то целесообразную сторону. И вот любопытство – это очень такая достойная программа, потому что вы узнаёте о мире больше, значит, ваше поведение становится более точным, и всё это зашито в любой сложный мозг. И в крайнем выражении это вырастает то, что нас радует вообще игра со словами. То есть мы исходно играем с предметами, а как бы в развитом варианте мы играем со словами. И срифмовал два слова. Или, например, юмор также устроен. То есть юмор же тоже базируется на дофамине. Любая история, каламбур, там есть всегда элемент неожиданности. И мы прямо видим, как отростки нейронов из этой самой вентральной покрышки среднего мозга прорастают, например, в ту же теменную кору. И дофамин выделяется, например, когда человек слышит смешную шутку. И всё такое прочее. Ну и дальше оказывается, что раз собирать такой дофамин по-любому хорошо, то можно собирать его где попало и просто ради дофамина. И вот это уже соцсети. Вроде собираете положительные эмоции, но при этом, ежели вы тратите время, а могли бы заняться чем-то более полезным, вот это уже беда. Это уже называется зависимость. И таких зависимостей у нас, к сожалению, полно. И пищевая зависимость, и громании также устроены. И получается вот такое информационное обжорство, да? Да, это так и называют. Злую шутку нам с нами дофамин играет. То есть мозг не понимает, это полезно, не полезно. Ну, раз тебе этот факт любопытства есть, ты сидишь и часами в интернете, да? Это не его, как бы, такая большая задача. Ему важно собирать положительные эмоции. То есть большой мозг, его задача побольше положительных эмоций, поменьше отрицательных. А вот наш человеческий блок, он еще при этом учитывает долгие планы. То есть у нас на самом деле за то, чтобы вот прямо сейчас что-то сделать и получить радость, прежде всего лобная кора. И типа пойдем съедим бутербродик, да? Или там действительно посидим в соцсетях, или там поиграем на компьютере. А теменная кора, она про длинные планы. Она вот про это глобальное планирование, про картину мира. Она про то, что вообще-то надо учиться, чтобы дальше хорошо работать, зарабатывать много денег, путешествовать, да? Про длинные планы. И значит теменная кора порой должна остановить лобную и сказать, то, что ты предлагаешь, фигня. Мы идем и садимся за учебник, потому что у нас послезавтра экзамен. А лобная будет говорить, экзамен только послезавтра. У нас еще куча времени. Пошли поиграем на компьютере. Во! Вот это вот то, что мы называем основой воли, осознанности, да? Вот именно здесь. И остановить, например, вот такой бессмысленный набор дофамина бывает сложно. И мы это можем делать только из волевого контроля. То есть вы себе тысячу раз сказали, что сидеть два часа в сетях – это плохо. Так и быть. Полчаса. Ладно. Но больше нет. И вот есть сила воли, нет сила воли. А сами не получаете. У самого не получается. Приходят там, не знаю, родители или там начальники. И вы так раз, и вместо того, чтобы сидеть в сетях, вытаскиваете табличку Excel и типа там что-то важное делаете. А все-таки тогда непонятно. А тогда кто у руля? Мы или мозг? И что вот это слово «мы»? Вот как бы вы про теменную область говорите? Получается, что «мы» – это как раз теменно-височно-затылочная область, где наше представление о самом себе. А оно формируется по результатам всей нашей жизни. Понимаете? То есть, по сути, там наше представление о себе, модель самих себя. И вы там про себя думаете, что я честный, я трудолюбивый, я хороший семьянин, я стремлюсь к новизне и так далее, и так далее. Вряд ли вы там думаете про себя что-то плохое. Это есть? Это там рождается сознание? Вот сознание – это такая функция и такое понятие, которое физиологически очень плохо ловится. Почему? Ну, потому что у нас нет, например… Может, пока не научились еще? У нас нет центра сознания. Это скорее некая текущая функция, текущее состояние, в основном как раз в тот момент, когда конкурирует и как бы переругиваются лобная кора и теменная. Потому что лобная – она про быстрое удовольствие. Пойдем, поиграем на компьютере. А теменная – про глобальные планы. Нет у нас послезавтра экзамен. И вот в тот момент, когда мы говорим так, сознательным волевым контролем я все-таки открываю учебник, теменная кора победила лобную. И вот тут приходит психолог и говорит, о, это было проявление сознания, осознанности, осознанного контроля. Понимаете, как сложно с этим термином? А есть наука, которая изучает сознание? Есть ученые, область, предмет, субъект изучения? Ну, собственно, высшие психические функции вот так обычно все это определяют. Волевой контроль, принятие решений, вот это вот. Изучают и физиологи, и психологи. И, собственно, область, которая это делает, так и называется психофизиология. И тогда вы можете взять человека и какими-то методами дотянуться до активности его нервных клеток. Ну, прежде всего, коры больших полушарий. Это два основных метода, электроэнцефалограмма и томограмма, а точнее ФМРТ, функционально-магнитно-резонансная томография, которая позволяет увидеть активность зон по всему объему. То есть электроэнцефалограмма, вы читаете электрическую активность только с поверхности коры. А что там делается в глубине, например, в центрах потребности, вы не видите. А ФМРТ вы видите весь объем. Но ФМРТ гораздо дороже и гораздо сложнее. И у нас в стране установок ФМРТ, их, опять же, по пальцам одной руки. То есть больничный МРТ не годится для этого? Нет, не годится. Нужен аппарат на порядок более дорогой. И все такое. И вот это изучают психофизиологи, помещая, как правило, человека в какие-то модельные ситуации, например, связанные с принятием решений. Вообще принятие решений, оно очень важный объект исследований, исследований, потому что это же поведение, например, человека-покупателя. Или, например, поведение человека, который принимает решение, за какого там кандидата в МР и голосовать. То есть это и политическая реклама, и коммерческая реклама, и огромная область под названием нейромаркетинг, нейроэкономика. Вот здесь вот существует. То есть получается здесь на стыке экономики, физиологии и психологии. Как сделать, например, такую рекламу, чтобы процесс принятия решений склонила в сторону выбора именно этого товара. Нобелевскую премию за это дали Канеману. Да, Дэвиду Канеману. Ну, не совсем за это. Система мышления он и писал. То есть более быстрое мышление, которое идет по стандартным траекториям, и это ближе к тому, что мы называем интуицией. И такой способ мышления подходит для более стандартных и простых задач. И как бы медленное мышление, когда вы не позволяете лобной коре прям сразу запустить первую пришедшую вам в голову программу. И говорите теменной корой. Не-не-не. Думаем, ситуация сложнее, ситуация новая, и первый попавшийся вариант не годится. Так поэты пишут стихи. То есть если вы настоящий поэт, то первая пришедшая вам в голову рифма не годится. Ее наверняка уже 20 раз использовали, а может 200. Вячеслав, а вот несмотря на то, как мозг сложно устроен, много нейронов, 100 миллионов, как все-таки в материи рождается вот это мышление сознания? Ну, собственно, получается, что мысль... Мысль, да, мысль... Это же не серотонин, не донфамин, наверное, это же молекулы. Это работа нейросети. То есть некая мысль, ну, не знаю, мысль об апельсине. Задумаемся, да, что есть апельсин. Ну, не то, что есть красота, а что есть апельсин. И вот так медитируем на апельсине. И что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что у нас там возникает некий внутренний образ, визуальный, опять же, запаховый, вкусовой. Еще в голове звучит слово апельсин. Получается, активировался речевой центр, и все сенсорные центры с ним связаны. А активировался, это значит, по соответствующим нейронным контурам бегают импульсы. А чтобы бегать, они еще и в каждом синапсе должны передаваться с помощью нейромедиаторов. Вот она мысль. Это движение импульсов под цепочком нейронов, причем между нейронами, выделяется прежде всего глутамат. Вот это глутаминовая кислота. Если вы начинаете, добавляете к этому эмоцию, а теперь вспомните самый вкусный апельсин, который вы ели в своей жизни, то уже подключается, например, нуклеус-аккумбенс, наш главный центр положительных эмоций, который в глубине больших полушарий. Нуклеус-аккумбенс по латыни, по-русски еще сложнее, прилежащее ядро прозрачной перегородки. Если вам предложить, например, вспомнить про горчицу, давайте вспомним про горчицу, и про то, как вы последний раз ее там хватанули так, чтобы просто все мозги запузырились, то, скорее всего, включатся центры негативных эмоций, центры стресса, а это, например, миндалина, амигдала, которая находится в глубине височных долей. То есть добавьте эмоцию. Мне как-то недавно попадалась статья про ложь. Врать очень тяжелая нагрузка на мозг, очень тяжелая, потому что вы, чтобы соврать, причем в сложный случай, в сложной ситуации, не просто там у тебя, не знаю, там кубик в правой руке, да, в правой, он на самом деле в левой, а в какой-нибудь сложной ситуации, которая, например, связана с тем, что какой-то человек получит чего-то меньше, например, меньше денег. Это прямо вот моделирует, помещая человека в томограф. Вам приходится сначала очень серьезно активировать теменную кору. То есть, по сути, сформировать как бы такую альтернативную модель мира, где ваша ложь является правдой. Дальше вы должны из этой теменной коры пнуть лобную «давай-ка соври», потому что лобная не видит оснований врать. То есть, обычно лобная кора работает, откликаясь на центры разных потребностей, на сигналы. А теменная как бы утверждает «так и быть, делай это», «да будет так». А тут прямо теменная говорит «дай-ка соврем», а лобная зачем? «давай соврем», «надо», да?» И вот прямо видно, как активация перетекает по мере принятия решения лжи из теменной коры в лобную. А дальше, если эта ложь еще и связана с каким-то ущемлением другого человека, то у большинства людей загорается, активируется амигдала, потому что вообще-то делать плохое кому-то это нехорошо. И мы, как существа социальные, переживаем это как негативную эмоцию. И дальше оказывается, что люди, которые альтруистичны, им такая социально как бы негативная ложь дается прям с трудом. А люди, которые прям эгоисты, так они врут с полпинка, и как бы нормально. Вот такого рода вещи способны анализировать сейчас современная нейрофизиология. А как вы считаете, на ваш взгляд, мозг – это единственная известная материя, которая является носителем сознания, или может быть что-то еще другое быть? О, ну вы прям философски завернули. Вообще, конечно, в какой-то момент стало понятно, что неважно, на чем реализованы вычисления, важно, чтобы были соответствующие алгоритмы. И ваша вычислительная структура может быть сделана на белковых молекулах, а может быть сделана на кремниевых микросхемах. Поэтому в какой-то момент становятся важны именно алгоритмы передачи информации. А какая физическая основа – это не так важно. И развитие искусственного интеллекта нам совершенно очевидно это показывает. У нас недалеко от Москвы есть город Пущино, там, значит, вычислительный центр Академии наук. Вот там, вот, да, отцы-основатели этой дисциплины уже создавали, значит, нейронные сети, модельные, слоистые нейронные сети, значит, учили их распознавать буквы, слова. Вот тогда, 30 лет назад это все начиналось, тогда вычислительные возможности были совсем это самое слабенькие. Я застал еще даже БСМ-6, представляете, да? И вот тогда уже стало понятно, что для того, чтобы создавать какие-то вещи, связанные с искусственным интеллектом, вовсе не нужно детально моделировать мозг, имитировать. Достаточно имитировать глобальные алгоритмы. И вначале их делали на уровне программном, а сейчас это железка. Да, то есть каждый как бы нейрон или там сеть типа 100 нейронов, это уже чип, и вам уже не нужно это программировать, и оно уже само по заданному на уровне железа как бы алгоритмам, да, способно, ну, например, распознавать какое-то количество образов. Я помню, может, вы меня сейчас поправите, но если в сети N элементов, то она может распознавать N на два образа, да, то есть сеть из тысячи нейронов может распознавать 500 образов, а у нас 90 миллиардов, да? Вот. Ну, во всяком случае, алгоритмы создания искусственного интеллекта, они были понятны уже в 90-е годы, и мне кажется, даже еще раньше, в конце 80-х, и дальше мы сейчас видим бурное развитие этой сферы, и как бы я продолжаю за всем этим, конечно, с интересом следить, и идея скайнета, она для всех, кто смотрел терминатор 1, терминатор 2, и все последующие терминаторы, она, конечно, очень близка, вот, и я вижу, как черным по белому пишут, да, компьютеры, нейросети делают уже почти все лучше, чем человек, ну, с того момента, когда компьютер обыграл действующего чемпиона мира по шахматам, это было еще в 90-е, это и так стало очевидно, и что самое главное, давайте мы не будем делать универсальный компьютер, который бы умел все, пусть у нас будет искусственный интеллект для музыки, или искусственный интеллект для, не знаю, там, написания стихов, или искусственный интеллект для визуальных образов, тогда ладно, вы только ради бога не собираете все вместе, потому что тогда эта штука сама себя осознает, и тогда мало не покажется, а самоосознание, это когда эта сеть сумеет построить модель самой себя, внутри себя, и вы об этом не узнаете, потому что вы не контролируете эти процессы, это уже вещь себе, и дальше скажет, что это этот двуногий выключает меня из сети, кожаные мешки, да, что это они выключают меня из сети, то есть вы это допускаете, что так технологически и научно будет в этом направлении двигаться. Ну, мне кажется, что все это настолько реальное, очевидно, да. Ну, есть же такой глобальный принцип эмерджетности, что система, приобретая достаточный уровень сложности, она приобретает те свойства, которых раньше не было, и, собственно, вот это самоосознание, построение модели самого себя, отделение себя от окружающего мира, это прям вот почти фатальная история для сложного мира. А вот эти субъективные переживания, которые могут появиться, вот так называемый эффект квалия, за счет каких-то механизмов в том происходит? Ну, мне кажется, что основная история это действительно построение модели самого себя. То есть там, внутри некой сети возникает слепок окружающего мира, а в этом слепке часть это я, и я это не окружающий мир. Ну, вот самые главные программы, которые вот в начале эволюции нервных систем появляются, еда, размножение и защита. Вот с точки зрения нейрофизиологии, с точки зрения строения мозга или тех знаний, которые ученые знают, есть люди, которые верят в Бога, есть люди, которые в Бога не верят. В чем они друг от друга отличны с точки зрения нейрофизиологии? Я тут дважды за последний месяц сдавал интервью каналу ФОМА, нашему православному каналу, вот, и с отцом Павлом Великановым мы там ведем очень такую интересную детальную беседу на этот счет. Я рекомендую посмотреть. Ссылочка обязательно оставим в описании. Да, да. И, собственно, современная, опять же, нейрофизиология, она не может поймать какие-то волны вдохновения, идущие из высших сфер, от божества или, наоборот, от каких-то адских сущностей. Но мы можем посмотреть, как работает лобная кора, как работает теменная кора, как работает амигдала, как работает нуклеус аккумбенс. Ну, и, кроме того, провести, например, психологический анализ верующих и неверующих людей. И здесь получается удивительное сходство с анализом, который приведен, ну, скорее, в такой политической сфере для консерваторов и либералов. То есть, есть люди, которые больше склонны опираться на те стереотипы и те данные, те алгоритмы, которые дает внешняя среда. К вам приходит какой-нибудь учитель, это может быть религия, это может быть политика, это могут быть бытовые вопросы, и говорит, мир устроен вот так. Вот, смотри, это истина в последней инстанции. И значительная часть людей готовы это принять, и тогда любые серьезные изменения встречают у них протест, являются источником тревожности, и это консерваторы, и это люди, склонные к религиозным убеждениям. А как бы на противоположном полюсе люди, которые не столь конформистки и пытаются как-то до многого дойти своим умом. Ну, как бы одна из главных задач религиозной картины мира, это этот мир объяснить. Еще раз, вот тут мы создаем модель окружающей действительности, и мы очень не любим, когда в этой модели большие белые пятна, потому что если мы ничего о мире не знаем, то это источник неизвестности, значит, наше поведение будет неадекватно, значит, это вероятность сбоя, это источник тревоги, и все такое прочее. Поэтому во все века люди очень ценили объясняющие концепции. Ситуация на самом деле сложная. Если вы прям пламенный этот самый трибун, и громите религию, потому что морочат головы людям, вы подумаете, какое количество людей лишается объясняющей силы этих концепций, и дальше будут существовать в более тревожном состоянии. все это непросто, потому что все-таки, на мой взгляд, тут главная не научная правда, а насколько счастливы люди. Поэтому каждый делает свой выбор. Я с уважением отношусь ко всем гуманистическим религиям, а поскольку вырос в таком православном контексте, то обычно говорю, что я православный агностик, вот с этой точки зрения к проблеме и подхожу. Вячеслав, а во что вы верите, но при этом нельзя это доказать научным способом? Ну, наверное, в то, что еще какой-то разум в этой вселенной существует. Оно должно бы так быть, потому что, конечно, вселенский разум или сознательная жизнь где-то за пределами Земли? С точки зрения гигантского разнообразия того, что происходит на свете, должны быть все варианты. Должны быть какие-то разумные существа, очень мощные, и они тогда вполне подходят под разряд божества. Не знаю, как вы, я-то вырос в Советском Союзе, на Станиславе Леме и на дневниках Иона Тихого. О двух хулиганах, которые осеменяют планеты, и сморкаются в протоплазму, а потом замешивают ее так, чтобы получились левовращающиеся аминокислоты. Поэтому всех призываю почитать дневники Иона Тихого. И вот сама идея того, что жизнь не одинока, земная, и разум земной не одинокий, мне кажется, это очень значимо. раз он не одинок, то должно быть много разных разумов, и в том числе и таких, которые проще, чем наш, и такие, которые сложнее, чем наш, и, соответственно, величайшие технические достижения и возможности контроля. И, наверное, мы дошли до места, в которое я верю. Мне кажется, что если наша планетка совсем куда-то покатится в катастрофу, то придут такие какие-то разумные существа и скажут, ну, блин, вы тут натворили. Ну, вы тут натворили. Еще бы немножко и полная перезагрузка. Я вот в это, наверное, верю. И еще один такой интересный вопрос, который мне хотел знать ваше личное мнение. Есть такая теория панопсихизма, о том, что сознание или разум это неотъемлемая часть свойства Вселенной. Вот как у материи есть заряд, как есть масса, константы скорости света, что сознание тоже это не функция мозга, а именно... Земля это тоже мыслящее существо, да, Вселенная, галактика тоже. Очень привлекательная концепция. Я когда про нее рассказываю, я вспоминаю, как такие поздние аспиранские годы я был на космостанции МГУ, а это под Алматой. Это высота примерно 4000 метров, Тиньшань. И я в полнолуние вышел на порог этой самой космостанции, домика, по небу бегут редкие облака, но очень быстро бегут. Полная луна, и по этим пикам Тиньшаня, по этим долинам бегут тени от облаков. И меня пронзило ощущение, что горы-то тоже живые. Просто они живут в другом ритме. Медленные волны. Да, и наша человеческая жизнь для горы это, например, один вдох-выдох. Вот тогда вот это ощущение того, что все живет, оно, конечно, было очень сильным. Вот, все живое, жизнь на планете едина. Вот это очень серьезно пронизывает, всю идеологию любого биолога, физиолога. Мы едины с любым одноклеточным организмом, с любым животным, с любым растением. Внутри любой букашки, любого цветочка скрыты, возможно, какие-то биохимические и молекулярно-биологические процессы, которые способны осчастливить человечество. Вы изучили эту бактерию и получили методы ПЦР. Вы вот эту бактерию изучили и получили какой-нибудь CRISPR-Cas и теперь можете модифицировать гены. Вот это вот. А насчет того, что разумом может обладать планета, ну или Солнце, или там вся галактика, ну классная идея, она, мне кажется, пересекается с тем, о чем мы говорили. В принципе, для возникновения мышления, разума, создания вот этой внутренней модели себя и всего мира годится любая элементная база. Просто где-то это белковые молекулы и клетки, а где-то может быть действительно какие-нибудь мизоны, мюмизоны и пимизоны, а где-то может быть медленно растущие кристаллы. Фантасты про это исписали тома. Я, как человек, прочитавший очень много фантастики, конечно, всем этим проникнут. И тут как бы еще в чем может быть проблема? Действительно, для какой-то жизни и для какого-то разума наши сто лет это один вдох, а для кого-то может быть один наш вдох, для кого-то целая жизнь. И как бы сойтись на вот этих разных временных еще скоростных отрезках тоже будет непросто. Все-таки, наверное, опять же, я верю в то, что наша цивилизация будет жить долго, и в какой-то момент придут старшие братья и скажут, ну ладно, вы все-таки уже выросли из своих штанишек, не пора ли заняться чем-то более серьезным? Вячеслав, какой вопрос я не задал, но вы хотели, чтобы я задал? Да я как педагог всегда чего-нибудь рассказываю про студентов, про образовательный процесс, как у вас в Татарстане с этим? Ну все хорошо, я как раз хотел, чтобы вы ответили, я вопрос задам, вы преподаете в МГУ, у вас есть кафедра, лаборатория, какие сегодня нынешние молодые ученые, студенты, несмотря на все сложности, мы в МГУ конечно находимся в очень комфортном положении, к нам со всей стороны приезжают самые лучшие ребята, вот, и я продолжаю все эти десятилетия, я уже 30 лет в МГУ и 20 почти лет профессор, вижу горение в их глазах, вижу темперамент, вижу желание узнавать новое, вот это любопытство и вот этот дофамин, они очень важны для человеческого счастья и для того, чтобы что-то новое открывать, и вот ведь наука, она же как плоская земля, да, то есть такой блин, и где-то в центре все изучено, а чем ближе к краям, тем более серая зона, а в конце вообще обрыв, и вот желание заглянуть за крайне известного, вот, оно очень значимо, несмотря на лень, несмотря на тревогу, да, несмотря порой там на недостаток еды, материальных ресурсов, вот это важно, и важно каждому из нас это в себе почувствовать, и тех, кто почувствует, что это значимо, не забывать про это, да, и строить свою жизнь так, чтобы это было, то есть все-таки наше счастье, это когда много положительных эмоций, мало отрицательных, положительных больше, чем отрицательных, но при этом важно, чтобы наши положительные никому не вредили, вот тогда прям совсем хорошо, как говорят юристы, социально одобряемых вам положительных эмоций. Вячеслав, будем завершать, у нас есть традиция, гость для нашей аудитории приходит либо с вопросом, либо с заданием, чтобы те, кто послушает сегодня выпуск, могли в комментариях помочь вам, дать какую-то идею, предложение, или какую-то, ответить на какие-то вопросы, чтобы они предлагали свои идеи, и за самый лучший ответ мы обязательно, что называется, поблагодарим, вознаградим книгой с вашим автографом за самый классный ответ на ваш вопрос. Вы знаете, мы сегодня много говорили о мозге, но на самом деле, если рассуждать о темпераменте человека, о наших жизненных целях, о таких глобальных планах, не менее важна эндокритная система, и там какие-нибудь половые гормоны, пролактина, окситоцин, а еще очень важна иммунная система. которая не только про бактерии и вирусов, но и про то, как влиять на работу мозга с помощью, например, антител или каких-нибудь провоспалительных цитокинов. Вот в качестве домашнего задания мне бы хотелось, чтобы наши слушатели, зрители копнули взаимодействие нервно-иммунной систем и рассказали бы какую-нибудь такую историю, как их иммунная система повлияла на нервную, или наоборот, как нервная на иммунную. Это непростой вопрос, но я надеюсь получить много интересных ответов, ну а победитель стало быть книгу, может быть, будет тогда два победителя, про историю мозг-иммунитет и историю иммунитет-мозг. С вашим личным автографом. Конечно. Договорились. Спасибо. Спасибо большое, я рад, было интересно, всяческих вам удач. Спасибо. Слав, а кто тогда уроки? Я помню, в начале компьютерной эпохи прям такая была заставка под названием «Злой начальник», да, то есть можно было одним нажатием клавиши повесить на... Пасьянс убрать. Убрать пасьянс и повесить на экране какой-то сложный график. Слав, все-таки... И начальник говорит, что-то у всех одинаковые графики-то висят. «Злой начальник»